Уважаемые присутствующие, уважаемые члены исполнительного комитета, одесситы, в стране введено военное положение, в связи с этим управление переходит к военному командованию. И я обращаюсь сейчас не только к членам исполнительного комитета, к одесситам, обязательно иметь с собой при выходе из дома документы. Что касается задач, которые стоят перед городской властью, мы обязаны продолжать обеспечивать работу объектов инфраструктуры, жизнедеятельности города. Работает городской оперативный штаб. Мы будем информировать одесситов по мере поступления к нам информации. Информация к нам поступает только из официальных источников информации от военного командования. Сейчас ситуация такова. Для гражданских людей правило сейчас оставаться в рамках своей обычной жизни, помогать родным и близким. Предприятиям и организациям следует продолжать работать, заботиться о своих работниках, обеспечивать общественные потребности в товарах и услугах. По возможности перевести часть работников на дистанционную работу. Школы сегодня работают в дистанционном формате. Созданы дежурные классы. О дальнейшем формате обучения будем информировать жителей нашего города. Я прошу одесситов без необходимости не выходить из домов. Уважаемые одесситы, земляки, я понимаю, что сейчас нарушен наш обычный уплат жизни. Это вызывает панику, непонимание происходящей ситуации. Многие ее чувствуют так, как будто это все происходит во сне. На самом деле это происходит все наивно. После того, как поменялся обычный уплат жизни, происходят некоторые сбои в работе, как в торговой сети. Когда я вижу, как обращаются к нам жители, когда в супермаркетах из 20 касс работает 4, что создает ненужную толчую и волнение людей. И так напряженно. Мы проводим эту работу ежеминутно с торговыми сетями, с теми, кто обеспечивает сегодня работу города. О том, чтобы максимально предоставляли услуги населению и не создавали там, где нельзя создавать какие-то напряжения. И прошу всех еще раз понимать, что мы начали жить в новых рядах. Конечно, традиционно, как сегодня мы говорили утром, вчера говорили, прошу всех соблюдать спокойствие. И самое главное в данном случае не поддаваться панике и, опять же таки, пользоваться официальными источниками информации. Прошу наш департамент, поскольку, как я уже сказал, неоднократно жизнь продолжается. И с началом или сведением военного положения пандемия не отступила. Поэтому прошу наш департамент охраны здоровья также информировать в рабочем порядке меня о наличии медикаментов, о ситуации в данном направлении. Нашим медицинским учреждениям также необходимо, это будет отдельное совещание, штабное совещание, которое мы сейчас продолжим у меня в кабинете. У нас сегодня заседание из-за исполнительного комитета. И мы посовещались о том, что просмотрели повестку дня. Вопросы, которые бы требовали немедленного решения, повестки дня нет. Есть текущие вопросы, которые мы можем решить в последующем или в назначенном заседании исполнительного комитета. Поэтому, если не будет возражения, я понимаю, что все собрались, я прошу поддержать это предложение, перенести заседание исполкома, а дату его проведения мы вам дополнительно сообщим. Я думаю, что сегодня всем нам необходимо проявить выдержку, взаимодействия и помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. А в нашей помощи, в информированности нуждается население. Мы занимались с вами продолжительное время, отрабатывали вопросы гражданской обороны совместно с силами ДСНС. Самая главная задача у городской власти сегодня у нас всех с вами обеспечить безопасность мирного населения. Это наша основная задача. Безопасность мирного населения. Поэтому все наши, созданный штаб, все подразделения, которые отвечают за это направление, работают в тесной связи с органами ДСНС. Субтитры создавал DimaTorzok